Девушки отдыхают Даже через много лет Саша Тормин не сможет забыть этот день, 2 декабря. Он расколол жизнь 17-летнего парня на две части. В первой остались друзья, учеба, надежды. Вторая принесла нечеловеческую боль и страдания. В автомобильной аварии Саша получил травму шейного отдела позвоночника, осложненную повреждением спинного мозга. Травмы практически несовместимые с жизнью. Но он выжил. Он очень добрый мальчик, очень добрый. Он вот, несмотря на все то, что с ним происходило в жизни, да, а вот просто, если так чуть-чуть, даже не брать травму, чуть-чуть назад оглянуться. Маму лишили родительских прав. Он с трех лет в детском доме. Он вырос в детском доме, да, и его жизнь не озлобила, да. И плюс еще такая травма тяжелая, которую он получил, которая буквально за считанные мгновения из здорового молодого парня получился вот инвалид на данный момент, да. И, несмотря на это, у него нет злости. Самарские хирурги вернули мальчика к жизни. Но это было лишь началом страданий. Двухсторонняя пневмония, дыхание через трубку, пролежни, невозможность говорить, двигать руками. Сашу нужно было мыть, обрабатывать раны, переворачивать, кормить с ложечки и, главное, поддерживать. Трудно представить, что стало бы с парнем-сиротой, если бы не волонтеры. Они дежурили у его постели сутками. Мы учились с нуля все это делать. От ухода за больным до решения каких-то бюрократических вопросов. И вдруг, благодаря очень большому количеству людей, и органов опеки, и Министерства соцразвития, и приемной семье, которая нашлась, к счастью, вдруг все это оказалось не зря, и проблема, если не со здоровьем, то хотя бы с его дальнейшей судьбой, решена. Когда-то очень давно, еще до Рождества Христова, Архангел говорил, подарил, и мне заявился, Богородица, святами, свели, и сказал, радуйся, благодатный Господь с тобою. Эти цветы тебе знают того, что ты знак того, что символ твоей будущей счастливой жизни. Держи цветы. Появление в больнице процессии со священником, носилками, цветами и видеокамерой вызвало переполох. Когда пациенты поняли причину, вздохнули радостно. В жизни Саши Тормина произошло настоящее чудо. Его забирают в приемную семью. За мою практику вообще такой случай впервые. Несмотря на то, что я уже 10 лет в этой системе, но тем не менее, ситуация с Сашей конкретно стоит на контроле у министра, у Марины Юрьевны Антимоновой. Поэтому мы и как бы органы опеки это наша система. И мы в любом случае будем Сашу сопровождать, оказывать всяческую помощь и поддержку. Возможность реабилитации по рукам есть. То есть руки мне лучше сейчас отвечают, чем отвечали. Сейчас надо обязательно, вот, чтобы он мячики, чтобы он что-то рисовал. Ни один врач не возьмет на себя ответственность давать прогнозы в Сашином случае. Сейчас рано говорить даже о возможности перевести его в сидячее положение. Но надежда есть всегда. А тем более сейчас. В семье Красновых сын и дочь. А еще у них 17 приемных детей. Половина уже выросли и живут самостоятельно. Саша 18-й и особенный. Тех мы какой-то мере сами, то есть искали, да, то этот, этот, этот как бы сам нас нашел. Про Сашу Краснова узнали от сотрудников портала о семейных ценностях Самара Бессирот. Сразу поняли, без них парень пропадет. Нажарили котлет и поехали в больницу знакомиться. Я думала, что он на следующий день встанет и пойдет. Да, почему-то вот я была уверена, что он все равно встанет. Ну, это был, наверное, этот позитив был, наверное, все-таки поддержка моральной, так скажем. Потому что он... Чтобы знать, что это не так страшно все. Это вот, это нам знак, как бы, что бояться не надо. Поэтому только показалось. Действительно он вообще? Как сеть не будет? Ну, это я сейчас только расскажу. У меня Билая. У меня Лорад сесть. У меня Билая, что ей Палку покажет. Да, там не будет сейчас. Нет. Согласие пойти в приемную семью далось Саше нелегко. Его сознание отказывается принять то, что самостоятельно существовать он больше не сможет. А идти ему некуда. Обычно открытый и общительный, в этот день он нервничал и не всегда сдерживал слезы. Я не стала мучить его расспросами. Да и не все люди оказались ему здесь чужими. В семье Красновых есть мальчик, с которым Саша вместе жил еще в детском доме. Он сразу взял на себя ответственность за больного. И мальчишки помогать будут, рады, готовы помогать ему, чтобы он стал на ноги поскорее. Ну, и я очень сильно желаю. Отец Владимир с матушкой стараются воспитывать приемных сыновей мужчинами. Они даже создали в своем приходе кадетский корпус, где с ребятами занимаются бывшие военные. Дети развиваются, участвуют в соревнованиях. «Нам кажется, что мы их воспитываем», говорят Красновы. «А на самом деле они и нас». Мы с Сашей думаем, что, может, не то, что как Саша, мы с Сашей уже как нам нам нужен. Может, она поможет именно. Что-то через него увидим то, что мы, допустим, на сегодняшний день... Может, наши дети что-то поймут. Ну, да. Потому что сейчас вот Дима очень переживает. Я говорю, Дима, ты что? Какой Дима? Я говорю, заеди. Я боюсь. Я говорю, а почему ты боишься? Мне кажется, он сейчас нам так завидует, мне стыдно. Мы здесь ходим, здоровые, а он лежит. Нет, я сейчас болит. Ну, как? Вот видишь, держишься. Да я не держусь. Кто держится? Я, что ли? Да. Интересно. Ну, как говоришь, не держишься. Всем нам хочется чудо. Принять Сашу на реабилитацию готово в одном из лучших российских профильных центров под Москвой. Волонтеры уже собрали большую часть необходимой суммы. Не хватает около 150 тысяч. Антон Рубин прощается с мальчиком с тревогой, но вместе с тем с надеждой. Тут, мне кажется, двух мнений быть не может. Действительно, у него была только одна судьба. Пансионат для инвалидов. Сначала младежный пансионат, потом пансионат для взрослых людей и дом престарелых. Другой судьбы, к сожалению, у таких больных нет. И то, что мы ведем его в семью, где будет за ним действительно уход, где будет общение, где он не просто будет в палате лежать брошенный, а будет семья в полном смысле этого слова с папой, мамой и братьями, сестрами. Это, конечно, совсем другая история. Не спрашивайте нас, почему мы на это решились, говорит мне отец Владимир. Не сможем мы ответить. Что бы мы ни сказали, слова останутся лишь словами. Важны дела. Участие в судьбе Саши приняли разные люди. И все они вместе подарили ему надежду и жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok